Информация с донецкой стороны о том, что в плен сдались до 200 человек украинских военнослужащих. То есть 200 человек, которые получили статус военнопленного и сейчас находятся в плену, готовятся к обмену по Минским соглашениям, который весь обмен должен произойти всех на всех до 6 марта. Я слышал на ближайшую субботу, уже вроде бы говорили, что все на все, или это просто слова пока? Надо следить, как профессионально все-таки ведется формулировка в рамках обмена всех на всех. То есть в рамках не всех на всех, а в рамках. Будет обмен небольшими группами, не по 200 человек, гораздо меньше. В рамках договоренностей Минских обмена всех на всех. Существуют отдельные обмены или освобождения. Например, я приезжаю, выпрашиваю, забираю, мне отдают человека. Это освобождение не в рамках Минских договоренностей. Правительственная линия на сегодня по линии СБУ – это техническое выполнение уже тех договоренностей, которые начали мы с Русланой, утвердили в Минске и никак не могут еще до сих пор реализовать здесь на земле. Вы, кстати, с Русланой на связи? Как она сейчас? Где-то она из информационного поля пропала просто. Я лично, офицерский корпус выражает Руслане благодарность и желаем скорейшего выздоровления. Сейчас она приболела и попала в больницу. Если она нас смотрит, Русланочка, выздоравливайте. Она постоянно на связи, она постоянно переписывается с нашими ребятами и следит непосредственно за работой переговорной группы и принимает участие сама, общается с родителями, с женами, ну и со всеми желающими, которые имеют доступ к ее телефону. А у вас есть информация, сколько на сегодняшний день вообще в плену находится у ДНР, ЛНР, украинских военных? И сколько, может быть, находится у украинских военных представителей ДНР, ЛНР? То есть это где-то равная цифра или нет? — Объясните мне, пожалуйста, журналистов не интересует ничего, ни из каких бригад, ни из каких, никакой возраст. Интересует всегда, а сколько? Вы действительно будете работать с этими цифрами? Или это просто такой праздный интерес? Нет, ответьте за всех журналистов, вы задали вопрос. — Я хочу ответить на этот вопрос. — Я буду злиться. Вас интересует кого больше? — Давайте, можно, я помогу, коллеги. — Нет, я не... — Можно я отвечу? — Можно я отвечу? — Почему? Почему есть вот такой интерес к цифрам именно? — К цифрам, потому что на этой теме очень много спекулируют. И очень много заявлений есть со стороны ДНР о цифрах и со стороны украинской армии о том, что там три человека у них попало в плен и два погибло. На этом фоне идут большие спекуляции. Так как вы у нас человек, более владеющий информацией, то ваше заявление, оно дает возможность людям получить как можно достоверную информацию. И они будут для себя больше осознавать и верить вашим словам. Чтобы не было спекуляций про снастки. Потому что у меня были гости в студии, которые вообще говорили, что 50 человек взяли и вообще украинская армия, ну, то есть нет у них потерь. — Это он не из-за кровожадности, правда. — Это не из-за кровожадности. — Для баланса. — Я не буду называть реальные цифры. Если мы назовем реальные цифры, мы к ним сейчас привяжемся и мы ограничиваем возможности по обмену пленных. У нас есть временной фактор, если бы это было на завтра, можно было бы говорить, на завтра должны быть освобождены последних 53 человека. У нас есть временной фактор, очень длинный, до 6 марта. Сколько бы мы ни назвали, есть маневр. Где-то человек может не выжить и будут взаимные упреки, взаимные обвинения и может быть срыв вот этого основного обмена. Мы понимаем, что чем больше людей мы освободим сейчас, вне зависимости от цифр, тем ближе будет и победа. И победа не в плане какого-то военного преимущества в ходе боев, победа над нездоровым смыслом этой войны. До 6 числа мы сейчас отходим от цифр, конкретная цифра. 6 марта ни одного, вот конкретная цифра, ноль военнопленных должно быть с Донецкой и с украинской стороны. Есть политическое решение всех влиятельных лиц в этом конфликте. Оно зафиксировано и гарантировано присутствием первых руководителей Европы. Оно должно быть выполнено.